Даль Великая, Даль Бескрайняя, В Заколице и в Судьбе... Доброе утро, друзья! Сегодня 11 июля, 3 месяца дикой засухи. Подробнее расскажу на вебинаре, который состоится прямо сегодня, 11 июля, а потом 18 июля, 25 июля, каждый понедельник. А пока тема сегодня новая, необычная. Она подытожит какой-то степени мои наблюдения за много лет. Вот. И я все эти годы занимался поиском людей необычных. И так получалось, что они и находились. Одна из них перед вами сейчас. Лена Александровна Савинич. Вы уже с ней знакомы, но речь пойдет не о ней, а о новой программе Серхознауки. И о том, что хватит рекорды иметь, это должно быть уже в каждом саду. Сейчас я попытаюсь это обосновать, показать и обращаюсь к ее руководителям, что где-то когда-то надо ломать теоретипы и новые программы делать и делать и делать. Вот. Интрибую, вы сейчас все поймете. Вот. Итак, пару слов про эту даму. Значит, будучи еще студенткой, за свой счет появляется Мичуринский, получает диплом повышения квалификации, и вы ее видите. Вот она, вот она, вот она. Как ее? Ну, курсор, надеюсь, видите. Среди корифеев. Вот один из корифеев, лично мы хорошо знакомы, Маулин. На тот момент исполняющий обязательства, директор МИАСского института. Вот с такими корифеями она, это, я ее тогда и выделил среди всех, по этой причине, раз. Вот. Она делала уже прекрасные, вместе со своим научным руководителем, отвергивая, она делала уже прекрасные работы, научные еще, то только поступив в аспирантуру. И вот ей была уготована особая роль, другое дело, помогут ли ей эту особую роль выполнить. Вот. Еще пару слов о ней, потом о главном. Я вас интригую. Я вам еще ничего толком не сказал. Это все предисловие. Вот. Вот кто ее просил, пару слов все-таки скажу. Я семь назад, появившись в моей жизни, да, вот, буду учиться, буду это. Вот. А сама уже была студенткой, сама была путинской стипендиаткой, и все, у нее была ровная дорога. Ага, ровная дорога. На свой счет, по выходным, любое время срывалось, по выходным успевала приехать сюда, что-то делать, что-то записывать. Я понял, я имею дело с необычным человеком. Вот. Посмотрите. Вот зима, вот лето. Разные годы. Смотрите на даты. Вот. Дальше я расскажу сейчас. Это вы с ним коротко познакомились, чтобы понять, почему ее особенно... Я уготовил особую роль. Смотрите за громкие слова. Значит, черемушки. Абрикосы растут прямо на улице. А посадил их Боднар Борис Иосифович. Вот он. Последние годы жизни. Уже тяжело болел, еле ходил. Вот так он меня встретил. Вот с этими абрикосами. Сверху лежат абрикосы. Вот я горжусь тем, что черепки подарил ему я. Самые крупные абрикосы. Я тогда увлекался и сейчас гигантизмом. И он не подвел. Я его спросил. Борис Иосифович, почему мой абрикос Пятый Великий такой мелкий? Вот это все сверху лежит. Он говорит, что это слишком большое урожае. Вот. Почему он здесь? Потому что на фотографии его уже нет. Он в райском саду. В Адеме. Вот. А дальше вы сами понимаете, что тишина. Вот. Уникальный сад с невероятной черешними и прочей. Прочей. Тишина. Вы уже поняли, о чем речь пойдет дальше. Тотарев Владимир Александрович. Один из наших корифеев. Вот он на рынке. Сейчас поймите. Вот. Потому что где-то Ирина Александровна уже успела побывать в уникальных садах. А где-то еще предстоит. А уже программу у него в голове должна закладывать. А вдруг поверят. А вдруг в другое время назначатся всерзвечайным комиссаром. С правом платить. С правом это самое. Брать под государственную охрану такие сады. Вот. Вроде этого. Но пока вы уже поняли, я уже начинаю намекать о ее будущей роли в жизни. Но мечтать не вредно. И вот стоит Тотаров сзади, видит, за ее спиной. Продают узбекские саженцы. Вот. Они все до единого умрут. Вот. Справа вот здесь вот не видно. Тоже точка. Тоже продают саженцы. Из Крыма. А крымчане, по-моему, тоже научились стать перекупщиками. Уже немного таких фактов. Ну, по крайней мере, у них на сайтах фотографии сделаны в Италии, в Испании. Красиво. Ну, сами понимаете. Значит, то, что привезли, совсем другое. Вот. Причем тут Испания, да, Италия. А если и последний Тотаров, последний магикальный, с настоящими у нее сливы. Лучшая коллекция слив. В нашем регионе. А мы-то первые в Сибири. Вот. А он, значит, первый в Сибири. Раз он еще правильнее нас. Еще круче. Груши, сливы. Шикарнейшие. А это все настоящее. Ну, сами догадываетесь. Никто из этих, что справа, что слева, тайну крымские, узбекские не выдадут. А люди у нас не годятся. Еще один уникальный садовод. Помните? Абрикос. Я вам покажу потом ниже. Абрикос поздний Филиппе. Вот он, Филиппе. Вот она, наша гордость. Один из основателей Сианогорского садоводства. Я его так называю. Вот. Не успел я приехать в Сианогорск в 80-м году. Он уже был на слуху. Ну, вот она, Европа. Обнинск, Подмосковье, практически. Тех, которого зовут... Сейчас вы поймете, что-то вы уже слышали. А на что я намекаю. Макаров Алексей Иванович. Еще один волшебный. Господи, если бы вы знали, какой у него сад. Если бы вы знали... А последний... Да, он мне писал ролик с чьей-то. И там он снимал черешню. Вот. Он снимал черешню. Представляете? Подмосковье. Много там черешнего садов. Соболевский, Москва. Вот. Добрый день. Тульска, он пишет. Тульска область, Залгский район. Столько от рода Москвы. Саренцы мои из вашего питомника. Косточки тоже ваши. Ну, мне пишет Зеленов. Вот. Узнаете название? Из Саренцев. Поина, Дар Небес, Королевский. Прошел в водопосад. Поина, Дар Небес, просигнальный. Вот. Мы просигнали, значит, заплодносили. Вот. В прошлом осени делал фотоотчет. С уважением к Соболевске, Максим. Там-дарам-дарам-дарам-дарам. Вот. Секретарь, Дару, Скорь. Вот. Почему с ним не хочет сотрудничать наука? А я скажу, почему. Она о нем ничего не знает. А почему она о нем ничего не знает? Потому что она их знать не хочет. Я живу в Подмосковье, в Чеховском районе. Я про Саминичь вернусь еще к ней. О, еще как. У меня сейчас начал созревать наш персик Хасанский, посадленный корочки, пять лет назад. Ну, вкус не сравнил с покупным. Ароматная, сладкая, кислинка, сочная, ароматная. Так, короче. Лариса Латыш. У меня папка, вот такая, видите меня на экране. Вот такая вот, там сотни фотографий и сотни адресов. И это все из косточек, черенков и саженцев. Только с этого шау, который однажды все эти сорта, сортообразцы, сортоформы собрались в одном месте. Вот. И сейчас пошли по всей стране. Триумфальные шествия, друзья, триумфальные. А сейчас что будет через месяц-два? Меня завалят фотографиями, фотографиями от Сахарина до Калининграда. Ну, пока что есть, то есть. Почему? Потому что пришли для Лариса Латыш в следующие фотографии, я не знаю. Вот. Вы понимаете, что где это? А это где? Ну-ка, 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 ну-ка. О, Чехов сказал. Ну что, долго туда ехать, а? Господа ученые. Вы уже понимаете, о чем речь идет. Уже не только Савинич. Савинич был поручить. Вы уже поняли, что за программа я вам пытаюсь внушить. Савинич нужно поручить Сибирь. Сибирячки. А здесь кто? А здесь есть наши люди. Ну, давайте пока продолжим. Сейчас я проверю, идет ли запись. О том, как и бывало. Ага, идет. Идет, слава Богу. Итак, я специально подобрал, что... Это... Ну, там было написано 100 километров. Чеховский район. Это тоже, наверное, 100-200 километров. Поняли, нет? Вот. Еще не все. Абрикос, сеянцы, железы в Новгородской области. Новгородской области, это уже ближе к Прибалтике. Прибалтийский район. Это там, где сыро, там, где дожди, там, где... Этот самый... Гольфтрим достает. Вот. Поняли? А посмотрите. А вы знаете, что это за фотография? Эту фотографию уже успели украсть эти крупнейшие питомники. Футбольная, красивая. Вот. Ясно? Василий, давайте поподробнее. Вот. Не могу коротко. Итак, Олегов, сегодня здравствуйте. Смотрите, смотрел вчера вебинар уже после прямого эфира. Поэтому не смог отозваться сразу на вашу просьбу. Еще раз сообщить, в каком институте я приобрел саженец абрикосов под названием товарищ. Это Мичуринский. Всероссийский научно-членский структ генетики. Селекция плодовых растений. Ну, короче, это те, кто меня выгонялся в международную конференцию. В том числе. Коротко. В НИИ ГГСПР. Старое название Центральной генетической лаборатории. Вот. Смотрите. Это обычное дело. Елена Александровна Савинича. О ней же идет речь. А он уже, он ее уже знает. То она была в НИИСе. А в этом институте, интересно, она была? А раньше во НИИ ГСПР я все время брал саженцы. Цена маленькая, качество было. Но потом со временем качество начало падать. А потом про вас узнал. И туда уже перестал заезжать. Внимание сейчас, ахните. А ваш академик, что на фото, всех москвичей удивил. Сотрудники мои, друзья и знакомые, когда увидели фото абрикосов, попросили для них тоже заказать саженцы. Пришлось обратиться к Сергею Железову. Кто не знает, это мой сын. Приемник. И вот на сегодняшний день в Подмосковье. Еще пять ваших абрикосов второй год растут. Три академика, два серафима. А два академика Королевских и Фаина второй год Пензенской области. Кстати, фото абрикосов, что вы сейчас показывали, образные я высылал. Если они затерялись, могу еще раз высылать. Высылайте. Смотрим дальше. Вот они фотографии. Вот это чудо, да? Вот это чудо. И вот это чудо. И вот это чудо. Они давно могут быть в каждом саду. Ай, опять меня понесло на митинг. Так, еще с одним персонажем знакомлю. Татьяна Александровна Железова. Моя невестка. Жена Сергея. Знаете, что она демонстрирует? Она демонстрирует колновидные яблони. Вот. Я добился определенного успеха. Но все равно, я считаю, это тупик. Но я не стал из этого тупика. Еще раз. Колновидность деревьев. Это 99%. Это не оправдывает себя. Так, даже колновидные яблони в Средней полосе и на севере, и в Сибири. Но при этом, еще я хочу сказать, что очень легко делать рекорды. У меня есть рекорды по колновидным. По высоте, по урожайности и по морозостойкости. Но это не значит, что я тут же перешел на колновидки и продал. Они не оправдывают себя. А я знаю, что Елена Александровна Савельевича, если что, надо начинать опять с нуля? Нет. Надеюсь, она просто будет доверять мне и на тупиковый путь не свернет. Вот. Вот еще один калифей наш местный. Савельский. Извините, мне надо. Пристучая, значит, я не могу уговорить, бороться и сихать. Так. вот почему я показывает он руках держит гигант подмосковья грушу это в этот год это был 20 наверно вот так в двадцать первом году у меня уже появились даты 20 год а 19 года они были два раза крупнее вы поверите я мерил за 500 грамм было то есть отправили 500 грамм был средний вес этих груш заметьте гигант подмосковья а мне прислала бараховская ирина это моя подруга мой верный товарищ вот однажды она вот заметьте это все в тему однажды она выслала мне посылку с вами в том числе этой груши и сказала я шестнадцать вверх прошла пешком туда и обратно до дачи своей мамы я раз в интернет нет такой груши кто придумала название гигант понятно 500 грамм самый большой мы взвесили 540 грамм с этим у меня было 500 а вот это такой товарищ интересный он меня уже обставляет правда черенки мои но тут же еще как бы шаг вперед делает дорого же да не завидует ему что у него груша на 40 грамм это больше моих нет конечно мы одно целое наши сады это сады их называют дублеры далее значит подмосковье кто-то придумал название гигант подмосковья уже вся все подмосковье должно быть в этих грушах она же не просто большая обычно молока больше плод это касалось яблок груш меньше сладости нет абсолютно сладкая невероятная вообще не груша как это это как что-то сказочного мира это только сразу попалась седема сразу поняли да и опять подмосковье а вот это урал это фотографию делал юрий алексеевич латинков впечатляет вот такие а почему таких нет больше ни у кого я имею ввиду не простых садоводов он же размножал пока царство ему небесное пока вот и жена его размножает она ведь еще и это рядом есть наука у них как это да возьмем косточки высеем вас косточек никогда такое не получите вы поняли о чем речь вот ханты-мансийский если кто знает это приполярный округ спасибо что делитесь опытом и прекрасными результатами мы берем шире шире у нас выживает листья деревья которые посажены по вашим рекомендациям я понял что такое будущее садоводства и чем должны заниматься последователи бои и так далее в этом году александр кондауров потряс ханты-мансийск фотографии наливаешься плодом абрикоса выращенных из ваших санкций и косточек потряс ханты-мансийск а дабдать почему потому что я телевидение снимала правильно потряс меня больше не снимают больше я из моды вышел все а вот он наш этот волшебник северный посмотрели полюбовались персики выращиваются так вот а вот эти фотографии они чем меня поразили во-первых где классическая отраска а кармина красна а я всегда говорю приспособление вот так выглядит а вот у него уже начал созревать жердель-мэлитополь а это чистая украина это херсонская область понимаете и друг ханты-мансийск ну я догадываюсь что это привитое сам привил или сергей прислал его привитых сергей их не прививал я вроде бы эти не это я не помню когда я последний раз жердель вышел вообще по-моему в общем скорее всего это сервис но тогда посмотрите как он хорош и не замерз ладно и так расширили до севера при константинович исполнить мечта выдержали минус 47 давайте посмотрим анатолий это реально видите у меня же выбираю реальных людей вот это в телевидении реальных людей они это самое не заслали казачком вот он анатолий нажимаю я вот сюда посмотрим живой человек нет так анатолий огнёк живой и так что пишет анатолий огнёк здравствуйте сегодня у нас праздник из полность мечта едим свои апрекосы сливы отличный вкус выдержали минус 47 градусов это живой человек это не я написал минус 47 огромное благодарность за ваши косточки сельхоз ученые говорили абрикосы не будут расти в кировской области а у меня после такой зимы на севере в севере еще и буду носить вот так вот друзья вы не могу я долго говорить я всегда так уже начинает давление у меня прыгать абрикосы не успел сфотографировать так не могли остановиться съели анатолий за вами дожил фотографии абрикоса этого года екатерина кузнецова абрикос воина косточки от железного вот смотрите эта девушка мы с ней давно знакомы я приезжал на след челябинский мы обнимались от души потому что она мой сайт ведет она мой сайт создала она мне поверила из моих косточек вырастила вот это вот ну я уже сами читайте потом вернетесь прочтете это уже как бы учеба как бы учеба а вот это не могу я как бы как бы сказать я не могу пропустить я не поливала решила что сразу дерево само должно добывать себе еду и воду вот она моя школа вот бывает от еды и воды больше вреда чем пользы меру не знаешь не поливай и не корми если ты не знаешь что такое мир то есть еще раз три варианта первый это значит ничего не делать уже неплох это второй вариант первый вариант значит мера и третий вариант делать так как это сам ну понимаете с весы до осени опрыскивать с весы до осени калечить почву с весы до осени поливать или наоборот поливать всего два раза зато залить так чтобы на 5 метров это цитирую промокнуть то есть уничтожить все вот это и есть поэтому еще раз само должно добывать она почему выбрала мой вариант второй потому что некогда так подлюбовались и вот это вот знаете как мой брат опять пытался там разуметь немножко этих самых товарищей на том крупнейшем сайте опять был оскорблен до глубины души я даже не стал смотреть потому что я бы тоже полез туда а кто-то хихикает там модератора хихикает вот скандал очень вот то что называется железом лучшее мошенничество этого и адреса а мне уже говорят оставьте его покое духа как оставить она же так не изменилась обозвала меня угодом и мошенником но то что я продаю косточки правильные косточки как я не продавал и подарил вот результат вот и так на глазах лучшее мошенничество может быть это все таки когда-то успокоиться абрикос мичуревский чуть-чуть возвращаясь к елеонид сандрисовинич и так абрикос мичуревский увеличился в три раза за несколько лет вот значит фотографии делали вместе так вот чем хорошая значит стимул у меня есть приедет пойдем покажу а если бы не приехал и не пошел бы и вам бы и ей бы не показал и фотографии не было стимул нужен стимул это когда рядом единомышленники так теперь смотрим по внимательнее невероятный вес невероятный вкус выраженность была средняя в этот год у меня особо сразу говорю плодов невероятное количество но мелких значит дерево предпочитает что такое это мы с вами продолжаем учебу что такое ненасти проходили все страшные дожди за все лето холод все проходили морозы проходили и наконец мы подходим тому что перед нами трехмесячная дичайшая засуха вот я считаю что откуда они знали что будет засуха таких случаев завязалось неимоверное количество плодов сброшено было деревья несмотря на не больше трех пяти процентов то есть вот все так до сих пор висит так дальше половину я поливал правда не часто сам умирал от жары половину не подходил с этим самым с водой вот это тоже потом будем сравнивать я надеюсь ей поручиться собору какую я не расскажу но я к чему это говорю огромное количество плодов мелких даже сейчас еще королевские вот такие стыдно смотреть хочу стыдно ненастья означает что дерево должно дать не качество плодов а количество это будет один из моих постулатов ненастья означает не качество плодов а количество и сейчас у меня невообразимое количество плодов средних и этих и мелких вот будем проходить будем изучать мои ближайшие плоды друзья значит послезавтра примерно мы селены саду савельевич проходим по саду я показываю то что мы вместе уже вместе растили еще раз говорю вот сплав молодости и это самое что я тебе сказал старости и вот получается на какой старик вот ну ладно об этом другой раз у меня же есть еще методики по ну по крайней мере не омоложению но не старению вот дальше смотрим это тоже будем когда-то проходить а пока следующее и так количество во времени насти это становится паритетом дерево но не качество плодов идем дальше значит вот ее особая роль я все подвожу вас подвожу мы в гостях у пианиста так мы не светим ни фамилии отчества не адрес уже были такие прецеденты я какие прекрасные прецеденты было когда ко мне приехал к родиму я более любопытствующего метод не то слово 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 другое подобрать бы надо более уместно сейчас а потом значит короче человек настолько ему все это было интересно и вы поехали поэтому горным этим искать абрикосы по борту мужчины были приезжаем чернобаеву здрасте сам курдюмов приехал ну короче походили мы по саду походили потом он сказал я немножко задержусь у него что два там есть все на все смотреть я поехал в себе он всего на 7 приехал только до 3 до 2 день я увидел вот так вот и говорю это с юмором и в этим что значит уникальные люди встретились чернобаеву курдюмов а вот это пианист и мы тоже подружились вот кроме меня это единственный человек он себе пускает и будет пускать а мы сейчас находимся тут рядом через небольшая огромная это это этого бобода да вот а и вдруг раз он подводит говорит а я на степную вишню привил он не знает название степной ну кустарник подходит да тут все обросло обросло а нет ладно тут все обросло обросло и я опять знаю если вдруг вам поручит это благородное дело исследование изучение постепенно раскрывает свои планы свои какие планы от меня ничего не зависит свои мечты это значит что теперь а тут и рядом у него сотни вот этих корневых отводков все заполонили выкапываются корневые отводки а это все одна родня с этого берется это черешня пусть чуть мельче но это нормально все-таки прививка на кустарник и почти кустарник и веточки такие берутся и делаются отдельное где это уже должно наука заниматься сколько можно нам этим самым простым людям этим заниматься пора уже переносить научные сады и это направление почему у меня опять 95 процентов черешки сожрали извините это слово сожрали птицы кстати шелкович тоже почему растет вверх а я его не останавливал помните мой принцип и теперь они не наступная высота вот как надо растить но для этого нужно использовать насыщение ментора митюрина наслоение ментора железова слава богу она уже с этим знакома и поколение за поколением выращиваем так что пойдет сближение уже не насыщение а пойдет сближение поколение еще одно это быстро каждый год новое поколение ну через год ладно через пять десять лет вот они черешня кустарникова кустовый сохранила но опять же дальше не могу говорить потому что иначе никогда не закончил уникальный случай сенсации сенсации впервые я обнаружил среди обыватели обывателя которые руки чесались и у нее получились персиковые абрикосы это невероятно это факт я стоял возле нее я слушал я не верю вот вот эта дама вот она вот она жительница сайногорска вот помидоры а вот эти самые а теперь смотрите внимательно абрикос персиковый людмила вот она людмила а больше ничего не не знаю потому что в ее телефоны потерял на этом все и хочется так бывает жалею страшно но я тоже извините мне 72 через месяц будет 2 августа вы понимаете куда мне дальше там этим заниматься что должна сделать чрезвычайный комиссар это я вот нашу я на санну я называю чрезвычайным комиссаром будущем вот ее задача приезжает с некоторым количеством денег красноярска лучше бы с москвой вот и дает объявление в местную газету и выставляет вот эту нет газету само собой вот на телевидении может быть даже засветится на телевидении заплате телевидении помните как не говорят был случай когда меня опять пригласили на это самое в следующий год опять пригласили на фестиваль в этот в Абакан а накануне обманули то есть сказали что ваш доклад будет по телевидению показан этому республиканскому а телевидение меня снимать не стало и тут я поставил условия они говорят вы знаете время изменилось каждую минуту а вот просто приглашаем 5000 рублей где мы возьмем такие деньги ну действительно где организаторы фестиваля найдут такие деньги это же целый доклад должен быть мой там допустим 20 минут это уже сто тысяч невозможно вот только рекламщики готовы такие деньги платить а мы простые люди и вот представляем ее на санну совместную дает выступает по телевидению или устраивает такое а в кармане у нее тысяч двадцать пятьдесят сто ради науки ради да почему чтобы создать вот этот шедевр а это действительно я железу говорю это действительно гибрид персика и абрикоса а это практически за грани фантастики всегда когда создается гибриды она обязательно уходит в какую-то сторону обязательно только я не буду сейчас тему раскрывать и показывает этот самый и говорит просьба уважаемая людмила вот ваша фотография пожалуйста найдитесь пожалуйста отзовитесь вот мои данные мои савинич и мы у вас хотим с вами подружиться мы хотим у вас купить косточки мы хотим вас купить черенки но она и продает тут видите купили бы не вот это ведро все работа закипела и не надо 30 лет создавать я приводил примеры 30 лет создали сливу посмотрел на их сливу сало как сало слива как слива поняли да вот это надо делать срезвычайный комиссар вот это мои это моя гости да вот они еще без названия вот эти абрикосы я их условно назвал пока условно я не имею права присваивать я назвал показность крупноплодный железо возможно это будет уже этот самый абрикос латинков я еще не решил буду выбирать что получит с этим мы уже знакомы и она и она единственная кто знает этот адрес атака вот мне 72 скоро конец извините без трагизма говорю я констатирую факт что надо передавать дела я частично передал вот это вот для примера доскобилов справа от нас на фотографии доскобилов тушен пулот вот подвижник невероятный двадцать пять лет мы дружим вот 25 лет он отслеживал мой сайт сколько раз он привозил молодежь учитесь уже я целые фильмы снял и ходил по саду рассказывал снимал фильмы рассказывал водил никого он не смог заинтересовать а потом ушел на пенсию а что я не понимаю что было перед пенсией у него была зарплата 15 тысяч заведующий лабораторией сейчас я отклонюсь я все равно не могу иначе сейчас я вам рассказываю историю нет не буду я потом как на этом вот что такое хобби с точки зрения наших этих когда у инженера нету денег до зарплаты дожить но это другой раз будет вот а еще был специалист по грушам это тоже мне обидно было я распинался распинался два часа водил по саду или три доскобилова и молодого друга привез ко мне познакомить сказать вот это железо посмотрите какие у него груши он ходил по саду а он занимался груши они не буду говорить даже город не буду говорить откуда зачем молодой ученый скажем без фамилии вот он ходил по саду укачался грушами и а обучил груша в детстве и специалист а я работаю с грушами молодой ученый ходил ходил потом говорит а я такие названия не слышал это вызвало у меня шок он не слышал название лады он не слышал название среди русская он не слышал название значит это лесная красавица и так далее а я легко догадаться чем он занимался конечно груша сибирские алтайская селекции крупная красивая но не вкусно то есть они не ставили перед собой задачу вот таким путем пойти поскольку это не пересею все равно надо обязательно посеять то что скрестил а скрестил вкусную и морозостойкую получаем среди электрическое а высшее качество вот оно за их пленой а вот и конец истории все подружились проходит день едет 2 не едет а мне так хотелось как сейчас увидеть хоть кого-то передать это хорошо что это мне конечно с ней интересно потому что она совершила невероятно она взяла и уговорила своих руководителей чтобы у меня пройти практику у садовода любить на статье не просто садовод любителя фермер ну все равно фермер это где-то знаете это один из низших социальных слоев общества это далеко не это не этот самый так вот неделя прошла и дожди а потом звоню до скобила где волнует руки он сказал не поедет потому что дождь вот его характеристика вот это вот значит вот это вот вишня которая привез в карьеру называется жуковская возможно она не жуковская там на месте жуковская жуковская может она не отношения имеет но пришлось название главное то нет главное вот это невероятный вкус и вот она столько меня кормила это чудо я ее вишня обычно кислая а это не столько сахара ну вы сами видите что я жрал горстями и наконец прошло от посадки 22 года вот и вот что случилось и вот я показываю когда тебя назначат чрезвычайным комиссаром вот это дерево уже спасти нельзя вот одна слева видите отпилена половина вода сухая была это лежит на сарае и созревает такие же ягоды созревают она не до конца отворена продолжать надо кто будет продолжать ну ты тоже это самая . ты тоже не сможешь это все это поднять мы поднимаем проблему а дальше это все надо заниматься на полном череде и вот если в сибирь вот это попало то значит надо обязательно чтобы вот это дерево вместе с ним и закончилась целая эпоха настоящих южных средних пишем вот твоя задача будет бодрить про кабинетом дверь открывать ногой но все-таки жаль что это самое больно скромно вот единственный недостаток единственный недостаток сильно скромно ни папа ни у меня пошла формирование обрезка почти для всех сортов черешни т т т т т т т т 5 8 ветвей а потом написано формирование крона разрежем на ярусли оставляем 3 ветки вот это вот навсегда остановила вот эти вот а это крутейший судовод по миле не называю назовем черешневод вот не пригодился наш черешневод сибирский можно вот это все искалеченные полоси дерево потеря морозостойкости плоть до смерти почему это пропагандируется я никогда не пойму помирали кроме зима да вот еще одно тупиковое направление с этим тоже придется бороться потому что на рынок выбросят миллионы саженцев которые выросли из клетки имея искусственную кровь в общем они считали в это проходили это тоже проблема я в попуток вот это самый запад россии кто будет отслеживать эту даму которая из моих веточек вот эти вот я внедрил запомнили я внедрил гены черешни веточки послал получил чистую черешню моя ученица получила и вот такую вещь еще крупней моей ладно кажется это она но отдельно было вот это вот я уточняю я людмила из калининграда ваша поклонница ученица посылает 3 видео отчета дети отчеты надо лезть в этом в архив найду не найду она или вторая помните я показывал еще одну даму тоже с калининграда все запутался сам запутался теряем уникальную информацию а почему это надо внимание людмила пишет сажать новые сайлицы некуда но хочется размножить этого великана на непривитых плодах вкусные но скромных размеров может попытаться прививать кровь таких абрикосов возможно ухрупняться у меня продолжаем вот я быстро быстро у меня 55 деревьев расчетных косточек половину привела вашими черенками вот незадача каждый год это поплакалась поплакалась вот одно дерево дает плоды крупнее стадии 130 грамм а у меня 120 железо это надо это 133 грамм рекорд свет пока это ребята догонять обгонять вот я в этом году не могу страшная засуха плодом в море но мелких в этом году у меня рекордов саду не будет вот он рекорд ориентирующий на нее значит такой многочисленные неудачи именно промышленных садов беларуси я приводил примеры выброшенные деньги закопанные деньги может быть даже там меньше распиливать вы можете распиливать главное что вот это вот что вы видите тупиковое направление тупиковое направление сейчас я не могу ответить я вам показал сегодня получил ссылку от моего брата железова и там опять значит дерево сгниющее корнево шейка сгниющее ствол гниет на листьях и опять и опять спорят и главный судя по какой там спорить специалистов работа это сумасшедший дом где в лучшем случае клиенты сумасшедшего дома проходили школьную биологию дальше никогда нет элементарного не знает и понимает ну почему когда листья когда плоды портятся они не понимают что причина там внизу и вот такие вот сады что это или сами будущего этому чрезвычайному комиссару главное направление развить дачные сады и без извращения удачных садах этого не будет дальше сады будут все населиться все привитые деревни сельскость и возможно корневой отводки если этим специально заниматься потому что там тоже есть проблемы вот я написал приезжайте к нам москвичи скажут нет лучше мы к нам вот это вот изучите потом вот она сибирь но сибирь селябинск абакан маня червашки это близко рядом со мной красноярск вот это все надо изучать ее на садах вот это я не помню показывал я много с вами учились у меня уникальная картотека вот это 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 для вас и для самых любознательных чтобы знали что новосибирска красавиас крайняя степень у нас награду случае среди но это не значит что у нас африка чтобы меня не сравнили с украиной вот теперь еще пару слов дело в том что я уже вот тут закончу долго говорю а короче не могу вот двадцатом году вот эта дама умудрилась приехать тогда когда я садил семена по моему 16 косточки абрикоса всекатолинский гор так я и вот сюда поставил шутя вот хорошо что у человека красиво вот я говорю давай измерим савилищами получилась тряса ведь заметьте двадцатый год это 15 или 16 посадкой сейчас я не вспомню косточкой видите вот эта мощь такая которую надо использовать потому что убить их невозможно никакими морозы их не берут урожайность ну вот я вам допустим 10 июля я вчера делал сфотографию 22 год вот она уже до плоды скромные но для всей сибири это невообразимо я еще часть проблемы раскрою на вебинаре не могу бесконечно говорить еще на вебинаре поговорим вот он 20 год уже трейлеровство невероятной мощи и вот именно из косточки из косточки из косточки плоды я вам говорю железу что этот год они прошлом году были и позапрошлым не были невкусные и вдруг дикая жара еще прошло время адаптеры все в этом году вот таких ели ко мне неудобная это сама умудрился не сделать фотографию кемеровчан проезжали мимо вот советская там этот самый фестиваль без полюбоваться и я их вот этим угощил я смотрел на их лица все годится смотрим еще значит еще одна проблема будет надо над войну объявлять я специально ситирую это не хвастаюсь это брянская розовая дело в том что она чуть-чуть покраснела вот ее никто не опылял она совершенно одинокая так я сплевал ее на вишни сибирскую стамбула красную она уже розовый цвет с годами поменял но главное не это главное то что надо объявить войну вот этим вот старым программам например бесконечное скрещивание и вращивание семян и они никогда мы не будем вот такие иметь эти самые череши как у того же ботнера он вырастил из косточек а потом начал переносить на уже на подвои красотища а эти ну что получая черенок чуть откуда не знаю с европы ура может два сиренка может три на привал получил и когда у меня из года чтобы его укропить это целая это особая программа просто хватит переходим на прививки на прививки на прививки выращиваем подвой полный набор подвоев для сибири вплоть до ханты-мансийска помните нашу кондауров волшебника показывал все только подвои они все те же уссурийская груши дикие не оккультуренная ничего культурная груша на них сладость не теряет китайские сливы оккультуренные сибирьки оккультуренные вот манджурский абрикос они тоже оккультурен и у них совместимость уже с культурными вполне вот вот это направление надо отказываться от это бесконечно этих самых марлевых презервативчиков кисточек в этих самых кастрации все прочее это это вчера сидит все заканчиваем с этим инсады только мы вам дали такую власть как то удаст таких фотографий у меня сотни каждую надо комментировать каждую вот я просто пример привел это надо часов 50 или 100 чтобы то что вы с ней наговорили передать вам это просто яркий пример даже не догадались на что поле 3 вот с этим все с этим все а вот здесь вот я был здесь сейчас я все-таки наверное покажу вам наверное покажу вам вот две яблони им по семь лет на обоих мокрые стволы мокрые вот вам и отсутствие холмов а на дно еще и кроны не порядке листья сохнут вы понимаете ребята вот дальше будет так называемые комментарии и будут с умным видом друг друга переводить спорить вот это вот вот это гнила корневая шейка вот причина вот этого вот 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 причина вот это вот когда я уже сколько к ним обращался и вот что я сейчас как бы немножко уже от своего имени я уже не обращаюсь ну когда-то еще поделка была все гниет все гниет понимаете здесь нет корневой шейки это он так выращен без корневой шейки это называю клоновая подвой и наконец когда вот это вот начинается фунгицид опрыскивание фунгицид опрыскивание а еще добавляет крону провели то есть больной из колеса дерево еще дальше продолжать калечить вот видите и в болезни куча и в располе что за болезни дальше вот это вот и никогда не не никогда не изменится никогда они не это сам уже сколько фирма специально создавали девчата садитесь за парты я вас сейчас покажу научу не уже редкий случай обычно показывает вот так и тут же набрать советы хотя не одно дерево никогда не оно гнилое в этот раз чем показал основание штампа ну тут-то можно было уж догадаться то я бы ему сказал у меня такая было такое желание было бы написать раскопай землю вот здесь вот увидишься все гниет ну еще если раскопаешь и чуть-чуть получится что гнилье вылезет как бы на воздух чуть-чуть может поджить это совет даю чуть-чуть может поджить может чуть-чуть вот ну тогда часть кроны убирается но не так как это осветление отрезается верхняя половина кроны просто отрезается в надежде что оставшегося сока вот тут все сгнило хватит на то чтобы выкормить нижнюю половину еще раз нижнюю половину выкормить легче чем верхнюю отсюда один из идиотских способов когда говорят отрежьте нижней скелетной ветки помните сколько я это что будет если я напишу что вот здесь раскопать и вот этот совет меня такой грязью обольют это просто ужас вот вот кэтичизма одна из умнейших тут кто присутствует бактериальный ожог я надеюсь если она увидит когда-нибудь этот фильм она поймет что все-таки железо правее все друзья я заканчиваю потому что это а вывод а вывод какой вывод вот что делать то я сейчас обращаюсь к этим самым и так говорить с ее руководителями у них все равно такой власти надо нету вот ректору говорить и урисета где она работает где не работает и учится именилиш академия и насчет имени решили господи под новое название не запомнил и вот получается что если счет амагара университет в краснодарском нет это должна москва заниматься со свой счет съездил в москву отучилась за свой счет фотографии прислала белом халате на свой счет съездил в мичурицк отучилась за свой счет съездил в новосибирск отучилась господи дали бы это сам возможность уже вот на таком уровне теперь надо практическим действием перейти это я говорю ей какие-то чрезвычайные просто таких людей мало она бы подобрала себя команду она знает всех моих учеников начиная железова сергей на учет все 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 на учет на учет на учет начиная там с макарова козила начиная там дальний восток тоже сколько талантов такие сады как латинкова как водно надо это вообще брать на государстве нет чуть ли не это ставить там охрану из этих оставить охрану из росгвардейцев пока все это не перекочит на участие а в научных сады новая программа новая сколько у меня этих самых уже вот таких вот я вам показывал только маленькую часть я показал вот это я заканчиваю нам нужны новые люди нам это новая программа все взять на учет воды идут ничего не делается ничего потому что обычный путь значит можно просто не успеть даже такая талантливая девушка как елена санна может не успеть все друзья я сказал все что хотел впереди еще вебинар еще там поговорим это просто по принципу лишний раз про куколекову хотя рассвет уряд и наступит но про куколекову и наконец мы с еленой санной обойдем три моих сада я покажу все что мы растили вместе с ней на ее глазах ведь понимаете человек который приехал там на месяц на производство практику остался фактически навсегда и зимой и летом кто ее это это самое еще еще конечно за свой счет все такси и автобусы поезда и все это время вот росли наши общие деревья в основном абрикосы ну покажу там она немножко почему персиками занималась еще чем но главное абрикос вот и уже плодоносят вы понимаете деревья выращены ее руками нашими руками я не разделяю нас один режет другое заматывает один заматывает другой замазывает вот и таким образом они заплодоносили все зеленое послезавтра мы какие есть ей надо ехать красноярск послезавтра вы какие есть через все зафиксируем вы бы митии 10 20 30 40 вот и которые заплодоносили я вам покажу это чудо вот а вдруг хоть бы один наш прорвался бы уже в москве бы конечно лучше можно мечуевский можно и красноярске но новую программу это такое смелость надо иметь помните как ответил меня замминистра белорусского сельского белорусского министерства вы молодец молодец да все прекрасно а мы не можем у нас регламент вот эти регламенты все заканчиваю дальше не могу говорить уже давно отключились остановить трансляцию